19 часов и 3 минуты в российской столице. Добрый вечер, господа, у микрофона Юрий Пранько. Это Финам-ФМ, ежедневная вечерняя интерактивная программа «Реальное время». У нас сегодня будет сложная тема, но, как мне представляется, крайне важная. Мы будем говорить о той ситуации, которая складывается вокруг российских школ, вокруг той одежды, в которую ходят наши с вами дети в эти образовательные учреждения. Я думаю, многие из вас уже знают достаточно скандальную историю, связанную с запретом на хиджабы в школах Ставропольского края. Но на самом деле я тему предлагаю расширить и поговорить в целом о той ситуации, которая складывается. На минувшей неделе господин президент выдвинул пока в качестве предложения введение единой школьной формы в образовательных учреждениях Российской Федерации. Это вызвало, в общем-то, неоднозначную, мягко говоря, реакцию. Я слушаю даже по своему личному блогу в LiveJournal, где, в общем-то, полярные мнения и порой достаточно жесткие эмоциональные высказываются о том, что, например, не загоняйте нас в единое стадо до полной поддержки, в общем-то, этой инициативы. В этой программе я сейчас не буду высказывать свое мнение, а предложу это сделать нашим сегодняшним гостям. Это Александр Киселев, адвокат, руководитель Русского правозащитного центра имени Ильина Александровна. Добрый вечер. Добрый вечер. Это Андрей Демидов, лидер Межрегионального профсоюза «Учитель». Андрей Ратвить, добрый вечер. Здравствуйте. И Кантемир Хуртаев, председатель Союза студенческих землячеств. Кантемир Ратвить, добрый вечер. Добрый вечер. Напомню, средства коммуникации для вас, уважаемые слушатели. Свои мнения, вопросы вы можете отправлять уже сейчас на наш портал финам.фм. Там же идет и прямая веб-трансляция, то есть можно не только слушать, но и смотреть. Либо вы дозваниваетесь до нашей студии прямого эфира по многоканальному телефону. Его номер 6510996, код Москвы 495. Ну и кроме того, конечно, можете пользоваться моим личным аккаунтом в Твиттере. Я вижу, туда также вопросы уже свои направляете. Вы давайте по часовой стрелке мы пойдем. Андрей, вот ваше мнение о складывающейся ситуации, тем более сегодня со ссылкой на несколько информационных агентств появилось сообщение о том, что история в Ставрополе имела продолжение. Местная прокуратура, я сейчас ссылаюсь на РИА Новости, привлекла к дисциплинарной ответственности пятерых сотрудников учебного заведения. Ну вот это вот вся история с ношением хиджабов. Ваш взгляд? Ну, я думаю, что если бы этой истории не было, то ее бы, наверное, стоило выдумать, ну, как говорится, потому что на самом деле этот частный случай поднимает очень важную проблему. Проблему соотношения как бы светских или государственных институтов норм и норм, ну, можно сказать, частных, да, приватных, или в данном случае негосударственных, то есть принятых по религиозным соображениям. И как другие страны уже с этим столкнулись, ну, можно вспомнить и Францию, да, то есть умевший закон о ношении хиджаба. И Россия, безусловно, как многонациональная страна, находящаяся, ну, так скажем, аккуратно в фазе возрождения духовности и нравственности, тоже должна была с этим столкнуться. Поэтому вопрос, наверное, нужно рассматривать и в локальном контексте, то есть то, что произошло конкретно в этой школе, и в общегосударственном, то есть что делать. Поэтому нужно обсуждать, да, и ту инициативу, которую выдумал президент, и другую, да. Да, потому что вроде как частный вопрос, мне тоже часто говорили, уж простите за тавтологию, ну, что ты поднимаешь, что ты акценты расставляешь именно на этой теме. На самом деле, мне представляется, это очень принципиально важный вопрос. Но вот ваше отношение все-таки в светском государстве, в светской школе? Ну, вы знаете, я практикующий учитель, и в моих классах сидят дети разных национальностей, разного вероисповедания, и, в общем, мы, к счастью, находим общий язык, и когда я вижу человека, например, в головном уборе, я прошу его снять, и он не ссылается мне на религиозные предписания. Ну, мало ли, бывает, да, то есть он... А вы преподаете в обычной школе? Я преподаю в обычной московской школе, мы прекрасно знаем, что в обычной московской школе есть дети, как минимум, там, 10 национальностей. Как минимум, да. Это Андрей Демидов. Александр, ваш взгляд? Ну, на мой взгляд, проблема, которую мы сейчас с вами затрагиваем, она пришла, она назревала уже давно. Многоконфессиональность или поликонфессиональность нашего государства, это нормально, это хорошо. Не 10, не 20 и не 100 лет, а столетия на территории России уживались и ислам, и буддизм, и христианство, ведь, прошу заметить, христианство не только православие, и католицизм, да и что греха таить, ведь есть и баптисты, и адвентисты седьмого дня, и многие-многие другие конфессии. Они всегда уживались. Почему с некоторых пор возникла вот эта конфронтация религий, которая навязывается, такое впечатление, что навязывается извне, мне непонятно. Когда ситуация вот эта возникла применительно, и мы говорим, я говорю именно о ситуации с Мариной Владимировной, я как представитель русского правозащитного центра имени Ильина связался с Мариной Владимировной и предложил ей в первую очередь защиту физическую, физическую, поскольку, исходя из того, что из средств массовой информации, в частности, из известий, было понятно, что Марине Владимировне угрожают. И я сказал, что Конгресс русских общин готов предоставить ей некую охрану, но не для того, чтобы они там с шашками наголо стояли возле ее персоны, нет, а для того, чтобы просто могли предотвратить какие-то провокации. Марина Владимировна сказала, что провокаций никаких нет на сегодняшний день, и если и возникнет вопрос в помощи, то только в рамках того, что против нее родители выставили исковое заявление в суд. Соответственно, тут же руководством Конгресса русских общин было принято решение, что русский правозащитный центр должен взять Марину Владимировну под свою защиту, и, собственно, было заявлено, что я как руководитель Конгресса русских, прошу прощения, как руководитель русского правозащитного центра имени Ильина, и являюсь адвокатом, и Виталий Горностаев, адвокат, который является адвокатом именно в Ставропольском крае, является большим специалистом, несомненно, в вопросах внутренних отношений на территории Ставрополья. Было решение принято такое, что я и Виталий будем защищать Марину Владимировну. Что касается вопроса в целом, я думаю так. Носить или нет символ принадлежности к какой-либо вере, человек должен принимать, несомненно, решение сам. Но существуют светские институты. Почему мы говорим о светскости? Потому что Конституция Российской Федерации четко устанавливает, наше государство светское. То есть, никакая из религий не является доминантой. Значит, о чем мы говорим? Вот русский православный ребенок, он носит на шее крест. Он не носит его вот так, как хоруквь, и не трясет перед окружающими. Он его носит там, внутри, и называется этот крест нательный. Это символ нашей веры. Согласно требованиям, каноническим требованиям, как должна одеваться девочка, православная девочка, это тоже платок, это тоже одежда, которая закрывает руки по запястью и так далее. Но наши девочки ходят в воскресную школу так одеты. Они не ходят в светскую школу, потому что воскресная школа, это школа именно узконаправленной религии. Почему другие религии должны приходить, представители других конфессий должны приходить и говорить? Вот всем своим видом они говорят, вы все неверные, вы грешники. — То есть вот в ваших словах я даже почувствовал некую агрессию. — Агрессии в ней нет. В этих словах скорее недоумение по поводу, почему так. Спасибо. — Александр Киселев, Кантемир. — Ну, я бы хотел сказать, что в последнее время у нас очень часто путают понятия, значит, светского государства и атеистического, да? Значит, светское государство означает, что, значит, церковь, она отлучена от управления государством, не лезет в политику. Имеется в виду, церковь не только православная вера, да? Соответственно, государство, в свою очередь, не лезет в дела церковные. И, значит, светское государство не означает, вот как я понял, решительную борьбу, значит, с религиозными чувствами верующих. Мне, конечно, бы все было понятно, но как вот вы, значит, как человек русский можете вот говорить, что, значит, хиджаб, он, его можно истолковать как защиту прав русских людей. Ну, а как же вот героини русских сказок, которые почти все, значит, ну, как вы сами сказали, в одеянии, похожи на хиджаб? Как же Богородица? Как же, значит, даже жена президента у нас в церкви на праздниках стоит тоже покрытая? Я считаю, что это абсолютно некорректное заявление, когда, значит, вот вы с высокой трибуны заявляете, что хиджаб, это истолковаться, ну, ущемляет права русских людей. И в то же время хиджаб, это, как вы сказали, защита от неверных. Ни в одном исламском тексте, ни в Коране, ни в Сунне, Сунна – это жизнеописание пророка, нету такого, что хиджаб – это защита от неверных. Это исключительно, мне кажется, некорректные толковки и трактовки, значит, хиджаба от господина Киселева. И мне кажется, это неверно, потому что они немножко вносят такой элемент в отношении мусульман неуважения. А если лаконично, вот можете, нам сейчас надо будет скоро уходить на новости, да, вот буквально в одном предложении. Ношение хиджаба – это? Ну, мне трудно сказать. Вы понимаете, вот верующих нужно понимать. Вот господин Киселев сказал, что вот наши русские девочки, они ходят в воскресную школу, а потом снимают. Значит, кто ходит, а я знаю русских девушек, они всегда ходят, потому что вопрос веры – это как? Значит, это Всевышний человеку сказал, ты должен это носить не только в воскресную школу, а всегда. И для верующего всегда, значит, дилемма, как так? Значит, я не могу ходить только в воскресную школу, а потом снимать для настоящего верующего. Я вот стою на позиции верующего. То есть эта стадия, она не прерывается. Мы сейчас уходим на краткие… Но есть нюансы, я бы хотел уточнить. Вот о нюансах сразу после краткого выпуска новостей обсуждаем крайне важную тему сегодня в реальном. 19 часов 17 минут, реальное время «Финам.ФМ». Александр Киселев, Андрей Демидов и Кантемир Хуртаев здесь и сейчас у нас в московской студии «Финам.ФМ». Обсуждаем ситуацию не только с ношением хиджабов в российских школах, но и вообще в целом эту проблематику. Своё мнение присылайте на финам.ФМ. Звоните в студию прямого эфира на 6510-996, код Москвы-495, Кантемир. Так, об особенности. Я хотел сказать, что на самом деле для верующего человека вопрос не может стоять. Значит, вот я в воскресную школу ношу, а потом… Чуть повыше микрофона. А значит, вуз не ношу. Уж такие вот строгие каноны. Но вот что касается мусульман, то для девочек до момента наступления совершеннолетия вполне допустимо не носить хиджаб, а носить просто косынку. Значит, но после наступления совершеннолетия это уже предписание, значит, которое содержится в Хуране, послание Всевышнего Пророку, что, значит, покрой головы своим женам. То есть это… Совершеннолетие в какое время происходит? Ну, это… 15-16 лет. Где-то вот 15 лет. 14-15 лет в исламе. Поэтому здесь вот до этого возраста, по идее, мне кажется, никаких проблем быть в принципе не должно. Ну, а уж когда наступит, для действительно верующих они от этого отступить, мне кажется, не смогут поступиться, несмотря на то, что будут… Даже если будет какая-то отдельная там универсальная форма или еще какие-то запреты. Но вот ситуацию в Ставрополе вы как расцениваете? Ну, мне кажется, что ее можно было не нагнетать вот до того масштаба, что даже Первый канал делает отдельный сюжет, абсолютно такой некорректный и в таких жутких тонах он выцветил. Вы знаете, для меня Первый канал не авторитет вообще. Ну, и для меня тоже. Я говорю, ну, просто, что у него большая аудитория и, соответственно, мне кажется, что можно было этот вопрос решить директрисе, значит, с этими людьми, попросить, сказать, что ну, давайте как-нибудь решим. На местном уровне. Да, конечно. Если они не понимают, там вот были попытки, судя из интервью, она говорит, что она пыталась попросить. Ну, нужно было пригласить там, значит, представителей общественности, там, имама, местной мечети, пригласить представителей власти, структур и уже поговорить вот по-другому. Ну, ведь пришли сегодня к компромиссу, пришли к тому, что они носят косынки. Я думаю, почему нельзя было это сделать, не вот, значит, нагнетая, не обостряя, не... Ну, потому что вопрос куда больше, чем просто локальная тема. Вы же это понимаете? Ну, из интервью, которое дает госпожа, фамилию забыл директрисы, Марина Владимировна Савченко, да, но видно, что, значит, человек тоже, вот, я бы в эту школу своих детей бы не захотел отдавать. Вот, значит, я цитирую. Если они такие правоверные мусульмане, то почему они не отдали детей в медресе на Кавказе? Они же сами в ответ на наши вопросы о хиджабах говорили, что они выполняют функцию защиты от неверных, да, я не знаю, что за невежда ей мог это сказать. И даже если невежда сказал это, она как человек грамотный, как русская учительница, которую воспитала в том числе и меня, должна была разобраться в вопросе, понять, что это чушь собачья, и не придавать огласке вот этой чушь. Тем самым, значит, здесь видно ее какую-то предвзятость, ее позицию, видно ее позиция такая, значит, не очень доброжелательная по отношению к этим людям. А этим людям, что говорить, значит... Это Катемия Архуртаев. Андрей, ведь на самом деле проблема куда более, да, глубокая. Я соглашусь с предыдущим выступающим, что действительно эту проблему можно было решить на остойке компромисса, но сразу не получилось. Почему? Ну, я думаю, что по той же причине, по которой сейчас вот идут и идут сюжеты по этой теме, то есть есть некое желание создать сенсацию. Заказ какой-то, да. Ну, заказ не заказ, не знаю, да, может быть, стороны СМИ, да. С чьей-то, не знаю, с чьей-то. СМИ, заказчики. А вы знаете, ну, это же... Вы высокого мнения. Не, рейтинг, понимаете, штука, которая никогда не вредит, вот, но это показывает, что тема горячая. И вот в этой связи, я не знаю, там, в каких выражениях шел разговор, да, но я вполне допускаю, что и директор может, так сказать, не учесть всю, вот, так сказать, щекотливость момента, да. Потому что действительно, ну, может быть, и в уставе, да, прописаны какие-то так в четких выражениях, ну, корректных правила. И действительно, прав коллега можно было привлечь и как бы общественность, то есть, ну, действительно... Андрей, а на самом деле в уставах школ, да, прописываются такие моменты? Ну, мне неизвестно, чтобы они были прописаны. То, что там могут быть прописаны требования к внешнему виду учащихся, это факт. В вашей школе что-то прописывают? Вы знаете, ну, в нашей школе нет, я могу сказать, если мы там будем говорить еще о форме, то в нашей школе есть форма, но в таком щадящем варианте. То есть, жилетка, которую там, как бы, приняли решение, что она будет, да, она создает некую атмосферу, да, все дети ходят в одинаковых жилетках, но это не значит, что они, вот, в хиджабах или без хиджабов, да. В моей школе таких ситуаций не было. Не было ни конфликтных, ни поводов к конфликтам. Хотя, еще раз повторю, состав многонациональный, но это не значит, что их не будет конфликтов в других местах. Поэтому здесь вопрос, может быть, о том, вот нам ждать, как бы, радоваться, что урегулирован вопрос, хотя, как мы знаем, пока иск не отозван. То есть, он как бы компромисс с компромиссом, но вопрос о том, что делать, да, да. То есть, директор, виноват или не виноват? Если виноват, то в какой степени? То есть, действительно, здесь надо бы, наверное, и прессе в том числе, но я уже не говорю о государственных органах, просто разобраться по существу. То есть, хватит вокруг этого строить, там, домыслы и теории. Давайте посмотрим. А это на власти просто нет ответа на эти вопросы. То есть, если надо было предварительно просто внести какие-то изменения, собрать управляющий совет, сейчас управляющие советы везде, да, то есть по новой системе образования. Поставить вопрос, то что с этим будем делать? Пригласить, действительно, на этот совет представителей, ну, если там, говорит, русская община, да, община, которая принадлежала, да, эта девушка, вот, семью, родительские, представители родительского комитета, вот управляющий совет входит в обязательные представители родителей, да, и составить серьезный разговор. Вот. Если не смогли договориться, значит, апеллировать на более высокую веру, но, может быть, вполне могли бы договориться. А, есть вероятность того, что не могли договориться. Но теперь вопрос, я думаю, стоит о том, нужно ли на федеральном уровне принимать какие-то решения по этому поводу, потому что речь не идет только о хиджабе, да, то есть речь идет о балансе между светским содержанием, то есть то, что государство, светским, как бы, пространством публичного, да, в которое входит школа, тут мы ничего не можем сказать, государственное входит, частное, ну, там есть определенные, как бы, ограничения, да, и пространством частного. Приватного, то есть куда входят и религиозные чувства, да, то есть каждый имеет право исповедовать религию и делать это свободно, в пределах оговоренных законов. Александр, вот ваш взгляд теперь. Так, ну, наверное, по очереди. Сначала в ответ на фразу Кантемира по поводу того, что жена президента на праздниках в церкви тоже стоит с покрытой головой. Я прошу заметить, что в церкви она находится с покрытой головой, соблюдая все канонические требования, которые присущи этой ее вере. Значит, мы говорим сейчас не о каких-то религиозных, не о правилах посещения религиозных мест. Мы не говорим о совершении каких-либо ритуалов, связанных с нашей верой. У нас уже режут баранов на Курбан-Байрам на детских площадках Москвы. Об этом вспоминать не хочется. Давайте говорить о другом. Есть школа. Школа – это место, откуда дети идут в жизнь. Вот дайте детям доучиться достигнуть совершеннолетия не по правилам веры, а по закону. У нас по закону совершеннолетним является лицо, достигшее 18-летнего возраста. А до этого оно лицо несовершеннолетнее. Выход из этой ситуации, Александр. Вы за единую школьную форму? Я? Я не за единую школьную форму. У меня трое дочерей, и одна из них закончила школу, вторая пошла в школу, третья еще в детском саду. Я пережил с первой дочерью, когда школьной формы не было вообще, ее отменили. Я вот сейчас со второй дочерью переживаю, собственно, такую свободную школьную форму. Вы знаете, это выход. Выход. Это выход. Пускай даже именно, вот как сказал коллега, там необязательная, вот прямо жесткая для всего государства школьная форма, а некие правила, которые присущи конкретной школе. Ну вот у нас, допустим, либо она серого цвета, либо синего цвета, и дальше перечислено, в чем, значит, ребенок там белая блузка, когда одевается. Да, понятно. Андрей, уточняющий момент. Вообще вот по форме решают сейчас школы, да, вопрос? Да, это решение должно быть принято управляющим советом школы, куда, как я говорил, входят представители, да, и родители, и другие. То есть либо она применяется, либо нет, да? Да. И я полагаю, что вводить некую единую форму по всей стране есть неправильно, по нескольким причинам. То есть, с одной стороны, действительно, если мы не вводим единую форму, но побуждаем каким-то образом, ну, вы знаете, прекрасно, да, можно пропагандировать, и, в общем-то, премьер, как правило, действует. Это более такой мягкий вариант. Если это будет добровольно, то, в общем-то, я думаю, что в каждом регионе, в том числе в регионах, как бы, вот, например, Северного Кавказа, могут предусмотреть какие-то особенности, да, которые там отражают, ну, местную специфику, ну, например, она будет с каким-нибудь орнаментом. Но вы против федеральной, да? Я против, но, с другой стороны, я бы все-таки считал, что необходимо принять некие поправки, может быть, закон образования, может быть, другие законы, которые бы регламентировали, что, вот, мы не будем говорить об одежде, какой она должна быть, но мы будем говорить о том, что не должно быть, как бы, вот, предметов одежды, да, то есть, являющихся религиозными символами, да? Потому что, я здесь еще раз повторяю, здесь государство должно охранять все-таки, вот, свои прерогативы. Кантемер, как вы относитесь к идее единой школьной формы? Вы знаете, мне не хорошо, не плохо, мне до сих пор просто непонятно, что плохого в том, что люди хотят, вот, чтобы их дети, там, жены сохраняли, вот, некую свою такую целомудрость. Видите, вызывает некую реакцию. Вы знаете, что, вот, по сей день, вот, вот, хиджабы запрещали в двух категориях стран. Это, значит, восточные, эти, диктатуры, такие, как Тунис, на определенном этапе Турция. Да, и вторая категория, это, вот, бездуховные страны Запада, типа, значит, Франция, Бельгия, где Германия, где уже в школе водят предмет гомосексуализм, да, как лучшая прививка от фашизма, как говорится, где переписывают Библию, где хотят в пух и прах стереть грань между мужчиной и женщиной. Здесь, вот, значит, Андрей в начале передачи говорил про них. Я думаю, что эти страны никак не могут быть для нас ориентированы, для России, которая, значит, славится своей вот многоконфессиональностью, поликультурностью. И более того, когда в Европе шла борьба с хиджабами, значит, во Франции, то наш Верховный суд разрешил в Татарстане фотографироваться, значит, на паспорт в хиджабах. И этим всегда горделицы российские мусульмане. И этот подход, он вот свидетельствовал, вот, этот подход об уважении всех религий, всех традиций. Этим сильна Россия. Сегодня мы видим попытки пересмотреть этот подход. Неизвестно, чем это, как бы, закончится. Вот об этом поговорим сразу после краткого выпуска новостей на Финам.фм. 19 часов 31 минута, реальное время Финам.фм. Здесь Александр Киселев, Андрей Демидов и Кантемир Хуртаев. Ваше мнение на 65, 10, 99 и 6. Код Москвы 495. Пишите на финам.фм. Там же идет и прямая веб-трансляция. Кантемир, если я вас правильно понимаю, то есть, на ваш взгляд, единая школьная форма не решит эту проблему? Я думаю, что нет. Не решит. Ну, конечно, вот, допустим, представьте, человеку верующему, он не может не носить, не выполнять тот или иной обряд, что предписано Священным Писанием, да, что ввелено ему Всевышним. И вы сейчас говорите, давайте, вот, у нас закон носить единую форму, значит, твой хиджаб или что-то другое нельзя. Ну, это ущемляет его права. Хорошо, а на ваш взгляд, выход из этой ситуации в чем тогда? Если, вот смотрите, можно с вами соглашаться с теми домоводами, которые вы высказываете, да, но вы же видите, это вызывает определенную реакцию, да, у определенной части. Мне кажется, во многом искусственная реакция, во многом это все раздуто, до этого не было всего этого, и до этого надевали в школе полотки, но нету этого массового одевания хиджабов, кто бы что ни говорил, нету этого на стране, ни на Кавказе, нигде сегодня. Поэтому, то, что там пять девочек одели, ну, пусть носят себе на здоровье, кому они мешают. Если завтра десять оденут? Вот, Андрей Демидов. А если не оденут вообще ни один человек, тогда, ну, это же все догадки. Я, я говорю, я ссылаюсь на, скажем так, чувство верующих, ну, давайте будем запрещать, допустим, до девятого класса девочки будут учиться, но потом они вынуждены будут, значит, уходить в другие школы. Давайте создавать специальные школы для верующих, значит, начиная там с, когда они достигли совершеннолетия или когда там... Ну, кстати, я тоже против этого. Предписаны... Это анклавность, которая ни к чему хорошему не приведет. То есть, я не знаю, не знаю. Но вы не можете заставить человека ходить в государственную школу, если у него есть альтернатива. Собственно, в этом отличается тоталитарный режим от режима, как бы, демократического, да, ну, вот, как мы говорим, который уважает гражданские права. То есть, у нас, как известно, в законе образования прописано многообразие форм. В том числе есть государственные школы, есть школы частные. В частных школах, естественно, при соблюдении госстандарта, то есть, там должны быть те же предметы, и сдают такие же экзамены. Могут быть особенности, то есть, там могут быть другие правила. Например, если это школа для, ну, так условно скажем, верующих мусульман, то там может быть разрешен хиджаб. Да хоть паранжа может быть разрешена. Это не обязательно частная школа. Я знаю, простите, государственные школы, например, с этнокомпонентом, еврейским этнокомпонентом. Ну, это другое, это другое. Это государственная школа. Нет, там может быть, это культурное. То есть, там может быть введены, допустим, дополнительные предметы. То есть, не взамен. Ну, например, язык или история культуры. И проблема в другом. То есть, понимаете, в чем дело? То есть, когда говорят, почему государство запрещает? Потому что это сфера государственного. То есть, публичная сфера. Кстати, государство не запрещает хиджаб по закону. Значит, они поэтому-то и воспользовались. Есть решение Верховного суда, да, я понимаю? А оно касается другого. Суда фотографироваться. А это другое. Но запретов не существует нигде. Поэтому они воспользовались. И поэтому директор школы смог их не пустить. Ну, видите ли, здесь... Нарушил права их. Здесь проблема, на самом деле, несколько подается чуть-чуть в другой плоскости. Значит, я давайте кратенько совсем озвучу, как это было. Да, Александр Киселев. Значит, в среду, когда я общался с Мариной Владимировной, на тот момент уже предварительные разговоры... Это, кстати, вот о том, что говорили, пригласить представителя духовенства, пригласить родителей и так далее. Разговор предварительный уже был. И Мариной Владимировной и учителями было предложено следующее. Что девочки, вот если они такие вот обязаны носить хиджаб, они приходят в нем в школу. Им для хранения хиджабов будет выделено отдельное помещение. Они там переодеваются в косыночки, ходят в школе в косыночках, хотят выйти на улицу, одеваете хиджаб и идете спокойно там домой или по каким-то своим делам. Вот это было предложение изначально озвучено, еще в самом начале конфликта. На это предложение никто не пошел. Вот если говорить о том, что школа, действительно есть школы, которые имеют национально-этническую или религиозную окраску, даже государственную, ведь никто не может прийти в эту школу, допустим, мусульманскую, и сказать, а теперь будете преподавать христианство. Нет. Это о чем речь, не могу понять. Нигде не преподают мусульманство. Нет, такие школы не могут быть. Мадресе есть? Но это не государственное. Это не государственное. Хорошо, но мадресе есть? Мадресе есть. Есть даже при посольстве Саудовской Аравии мадресе. Находится напротив Кусковского парка, если я не ошибаюсь. Но я понимаю, там дети учатся, учатся по законам своей веры, а здесь отдельно взятая светская школа, в которой... Смотрите, ну подожди, я хочу вот из всего сказанного вычленить сухой остаток. Выход-то в чем? С одной стороны, я так понимаю, если будет введен запрет, вот тотальный запрет, или там будет введена школьная форма, единая, не единая, это не важно, но которая будет запрещать фактически, вот какая реакция будет у мусульман? У нас в случае не у девочек, мальчиков, а у их родителей. Ничего хорошего, я не могу предсказать реакцию. Естественно, это запрет. Но негативная будет. Я правильно понимаю? Естественно, негативная, она будет ущемлять права мусульман, если будет запрет. Насчет формы, тут надо еще как бы с юридической точки зрения понять, что это будет такое, поэтому я затрудняюсь ответить. А вот насчет, если будет однозначно запрет, то это ущемление прав верующих. Андрей, в чем ущемление прав? Ну смотрите, ну есть государственные школы, на них выделяются определенные, так сказать, финансирования, да, то есть за эти деньги люди получают образование. И в общем, действительно, вот эта сфера как бы публичного, то есть общего. Все граждане, все одинаковые в этом смысле. Пожалуйста, получайте образование, да. Но есть ограничения, но есть всегда альтернатива. При этом, пожалуйста, то есть можно пойти в частную школу. Не уверен, что всегда есть альтернатива. Есть. Ну как же? Она должна быть. Но в таком огромном мегаполисе, и вот я смотрю на свой район, где, в общем-то, да, есть две школы рядом, там нету никаких вот, знаете, доброжелательных, скажем так, отношений, ведь если вещи называть своими именами, то агрессия, она существует. Ну что вот мы здесь вот из себя непонятно кого изображаем, да? Дети по своей вот сути, они еще более жестокие, чем взрослые люди, кстати. Несомненно. И вот я хочу понять, вот из этой ситуации как выходить? Мы многонациональная страна, в этой студии 125 раз это повторили, да, многоконфессиональная страна. Речь идет о гражданах Российской Федерации. Вот я хочу, чтобы слушатели, в первую очередь, понимали, что не о гастарбайтерах, да, идет речь, а о гражданах Российской Федерации, которые имеют те же самые права, что и другие люди, да. Как из этой ситуации выходить? Выходить очень просто, на мой взгляд. Александр Киселев. Я просто буду пояснять периодически, кто говорит. Значит, вопрос такой. У меня вопрос, на самом деле, к Кантемиру. И сейчас мы попробуем, исходя из моего вопроса, построить, собственно, решение, возможное решение. Кантемир, скажите, вот обучение совместное, нераздельное, обучение совместное мальчиков и девочек, это как вообще ислам к этому относится? Раздельное обучение? Нет, раздельное обучение и совместное обучение. Вы знаете, я не являюсь исламским богословом, но насколько я понимаю, значит, поскольку очень много верующих мусульман отдают своих детей в школы, где совместно учатся, значит, относятся к этому, значит, они это допускают, значит, это возможно. А без хиджаба прийти в такую школу, в которой учатся и мальчики, и девочки в одном классе? Вы должны понимать, что есть разного уровня, значит, запреты, может быть, значит, на совместном обучении нет запретов. А на хиджаб есть прямое указание, причем не в сунне, в жизнеописании пророка, а в самом первоисточнике, в Коране, что, значит, женщина должна быть покрытой головой. Поэтому, значит, столь принципиально очень многие верующие мусульмане, поэтому здесь разные, это разные вещи, понимаете? Если я правильно понимаю, то, например, французские мусульмане менее, говорят, так сказать, словами Кантемира духовно, чем российские, так сказать, единоверцы, потому что после того, как в Франции запретили ношение хиджаба в школах, они в школы все равно ходят без хиджаба. Подождите, это из моих слов, во-первых, не вытекало. Ну, получается так, логически вытекает так. Вы не можете знать, ходят ли там все свои дети. Но вы можете знать, что Франция это такая бездуховная страна. Нет, вы не можете знать, ходят ли там все дети после запретов, может быть, все-таки какие-то не ходят. Но большинство подозревает, что ходят. Ну, вы подозреваете, значит, достоверной информации у вас нет. Я как раз подозреваю и даже знаю, что многие туда вот, значит, не ходят, да, девушки. И это приводит к чему? Но те, кто ходят, те, кто ходят. Дискриминации девушек, которые не могут сегодня получать образование, это действительно из-за тех, кто ходят, они не духовные, да? Мне кажется, средневековье, средневековье. Я не говорю, что они не бездуховные. Я говорю, что, значит, они для себя решили, значит, это возможным. Я никого ничем не обвиняю. Я обвиняю бездуховными те страны, где, значит, пропагандируют гомосексуализм, где, значит, ущемляют права верующих. Франция, Германия, Бельгия и еще ряд стран, это такие страны. Вы не уводите, пожалуйста, от сути разговора. И не надо подменять мои понятия. Я не говорил, значит, что люди, если после запрета ходят в школу, они бездуховные. Значит, они для себя решили, это возможно. Их будет судить Всевышний, не я. Они бездуховные или не бездуховные. Но я знаю, которые для себя не позволяют, для девушек, значит, и не пускают их в школе, в той же Франции, и не только Франции. Даже у нас в Дагестане есть пример. И вот это действительно заталкивает их в средневековье, потому что девушки не могут получать образование. Получают пять классов, сидят дома, значит, и потом не имеют образования, ни законченного начального, не говоря уже о высшем. А вам не кажется, что доминирование религиозных норм над государственными законами, это и есть в средневековье? В этом нет доминирования. То есть всегда кривись именем Божьим тогда, в средневековье? В этом, прошу, не надо подменять. И школы носили исключительно религиозный характер. Не надо менять понятия. В этом нет доминирования религиозных, от того, что девушка какая-то носит хиджаб, это не доминирует. То есть если государство примет закон о том, чтобы хиджаб не носить? Нет, у нас есть целый свод законов, есть конституция, уголовный кодекс, административный. И это все законы, значит, не запрещают. И вот эти вот все законы не запрещают хиджаб, понимаете? Это не уголовное преступление. Не запрещают, но декларируют светский характер государства. Очень четко, очень четко. Вы знаете, что на сегодняшний день ни одного запрета не существует, который бы, значит, запрещал верующим ходить в хиджабы в школу. Если бы он существовал, их давно бы туда не пустил. Именно поэтому прокуратура вынесла предписание пятерым работникам школы, значит, взыскать административное вот это вот правонарушение. Дисциплинарное ответственность. Я хочу сказать, мысль одна, что не существует законодательных запретов на сегодняшний день. Правильно? На сегодняшний день законодательного запрета прямого действительно не существует. Хотя в решении прокуратуры по вот этому вопросу явно указывается, что согласно Конституции наше государство светское и наказание действительно учителям обязало вынести прокуратура обязала вынести Марину Владимировну за то, что эти преподаватели изначально с первого сентября не пресекли ношение хиджаба и не дали возможность закону работать так, как он должен работать. А какому закону? Конституции Российской Федерации. А в чем суть, если она не запрещает? Она не должна запрещать или разрешать. Если основой государства является светскость, значит все религиозные вопросы должны идти либо в специальные центры религиозного обучения, либо в свои места отправления своих религиозных потребностей. Все. Я не спорю, никто не подвергает сомнению светской основы нашего государства. Единственное, чтобы не было искажений понятий, не надо путать светскость с атеизмом, когда идет решительная борьба с религиозными чувствами и обрядами верующих. Поэтому, единственное, чтобы не ущемлялись права верующих, тоже нужно говорить и об этом, раз мы живем в правовом и светском государстве. Я соглашусь. Каким, на ваш взгляд, может быть выход из складывающейся ситуации? Присылайте свое мнение на финам.фм сразу после новостей. Ваши звонки на 6510-99,6, код Москвы 495. Высказывайтесь, не молчите. 19.48, реальное время, финам.фм. Меня зовут Юрий Пронько. Здесь Александр Киселев, Андрей Демидов и Кантемир Куртаев обсуждаем крайне важную тему. До конца этого часа ваши позиции, ваши комментарии на 6510-99,6, код Москвы 495 и финам.фм, наш портал. В интернете там же идет прямая веб-трансляция. Обращаясь к гостям, скажу, сейчас звонки комментируйте лаконично, да, крайне лаконично. Добрый вечер, в эфире как вас зовут? Алло. Алло, здравствуйте. Да, представляете, как вы? Да, Артем. Ну, я хотел бы сказать, что все-таки устав в школе есть устав, и в поликлинику тоже без бахилы не пускают. И это раз. Во-вторых, если бы даже православные люди ходили бы в школу с крестом на перевес, то это тоже бы смотрели бы на них очень недоброжелательно бы. То есть здесь вы требуете, я правильно, если понимаю, соблюдение закона? Да, конечно, законы и уставы школы. А вот примерно такое же определение в части казнократства существует, да, в нашей стране, или в части фальсификации выборов. Это одно из тяготейших преступлений, незаконный захват власти. Не хочется потребовать от нынешней власти соблюдения этого закона? Ну, это уже другое. Нет, Артем, это, спасибо большое, это на самом деле все одно и то же. Это все одно и то же, понимаете? Если мы предъявляем, я могу с вами соглашаться, могу не соглашаться, но если мы предъявляем и говорим, закон един для всех, неважно, православные, иудеи ли, мусульмане ли, да, то из этой же серии, если часто я слышу на волнах нашей станции разговоры о фальсификации, неважно каких, президентских и парламентских, вообще это уголовный кодекс. Это одно из самых тяготейших преступлений, захват власти в стране. Это из этой же серии. Добрый вечер, как вас зовут? Алло. Добрый вечер, меня Андрей зовут. Да, Андрей. Вы знаете, у меня так жизнь сложилась из-за работы растителей, что я довольно долго прожил в исландских странах. В частности, последний мой опыт, это был Таджикистан, 92-й, 93-й год. И вы знаете, там начиналась вот исламизация с таких простых вещей, и руководились законами и правами. Но ситуация становилась каждым разом все сложнее и сложнее, и в конце концов это переросло в крупный конфликт. Вот в этой ситуации надо относиться очень серьезно и проводить красную черту, и не прятать голову, и называть вещи своими именами, а не разговаривать о форме одежды и так далее. Так, и где эта красная черта? Ну, то есть, это светское государство. И вот все эти признаки религиозные мы выводим действительно в специальные учреждения. А вы не боитесь образования анклавов? По национальному религиозному принципу. Боюсь, но в нашем государстве сейчас находится и власть в такой стадии, что оно не может решать эти проблемы по-настоящему и проводить красную черту. Подождите, Андрей, то есть вы считаете, если отправить в спецучреждения, и в хорошем понимании, да, то есть в специальные религиозные учреждения, то эти вопросы сами по себе рассосутся и нивелируются? Если власть не может этого делать? Вы понимаете, это логика развития событий. Вот как мы ее... Я, по крайней мере, как я ее вижу. Спасибо, Андрей Демидов. Ну, я бы здесь подчеркнул еще одно слово. Равенство. То есть, действительно, в многонациональной стране представители всех конфессий должны быть равны. И в этом смысле государство не может уступать какие-то свои полномочия одной конфессии и запрещать другим. То есть, действительно, например, у нас в законе образования вдруг возникла статья особенности... Ну, сейчас в новом проекте. Особенности религиозного образования. Почему советской школе? Ну, давайте тогда четко зафиксируем. Значит, в советской школе религиозного образования не будет. Будет религиозное, там, пожалуйста, культурологическое. То есть, вопрос о цельности политики государства в этом вопросе. Ну, вот если это политика, понимаете, у меня большие сомнения. Вот я, кроме Путина, да, и потом, наверное, на следующий день высказывание госпожи Голодец, потому что климатические условия не позволят единую форму школьную вести в стране, больше ничего не услышал. Не от депутатов Госдумы, да, там 450 человек сидит. Вас не удивило, что реакция сначала на уровне этого села, а потом сразу на уровне президента страны? Может быть, у нас просто вертикаль не работает? Потому что эти вопросы должны были снизу вверх подниматься, спокойно. Подписываюсь. И решаться, решаться, да, в рабочем порядке. Кто-то... Или дальше? Идем дальше. Добрый вечер. Алим. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Я вот, конечно, в неком... Как вас зовут? Минуточку. Меня зовут Олег. Далее, пожалуйста. Меня зовут Олег. Вот я несколько же буду краток скажу крамольные мысли. А может вернуться вот как в советское время, чтобы школа была вне религии и, может быть, даже с чуть-чуть с атеистическим уклоном? Да, пожалуйста. Да. Ну вы помните, да, у нас как начинался вопрос об основах православной культуры. То есть сначала как бы речь шла о том, что как бы альтернативы, может быть, и не будет, да? Но потом ведь, когда общественная какая-то дискуссия произошла, ведь компромисс-то выработали. То есть, пожалуйста, хочешь основы православной культуры? А я не хочу атеистической. Пожалуйста. Это тоже начало. Вот понимаете? Хотите исламской культуры, пожалуйста. Хотите светскую этику. То есть, как это реализовать, этот выбор, да, другой, там есть технические сложности. Но сам выбор появился. И в этом большая заслуга общества, которое все-таки эту дискуссию смогло провести с государством, пообщаться. То есть были. Сейчас, например, закон поправки о защите прав верующих. Кажется, принято уже. Я не ошибаюсь? В первом чтении. В первом. Да, а теперь разрабатывается законопроект о защите прав атеистов. Я считаю тоже правильно, потому что это большая категория, да, там, 40%. Ну ладно, я промолчу. Не, ну а какая альтернатива, какая альтернатива? Каждый раз Путину высказываться, я считаю, вот так, да. Все будем ждать решения, так сказать, верховного, так сказать, этого вождя, да. То есть если общество не научится эти вопросы отрабатывать в какой-то дискуссии, да, то есть отливать форму законов, не так, что нам сказали, мы отштамповали, а вырабатывая, то, в общем, наверное, тогда это будет как-то работать. И закон будет осознаваться как легитимный, да, если понять такой легитимный закон. Да, Александр. Нет, да, идем, да. Катемир, не молчите, не молчите, господа. Вы в эфире, как вас зовут? Добрый вечер, алло. А, добрый вечер. Георгий мне звали. Да, Георгий. Вообще школа для получения знаний, школа для физического развития, то есть спортивная одежда, соответственно, для получения знаний, соответственно, вырабатывается какой-то регламент одежды. Так. Это культура просто. Если не соответствует образу знаний, получения там из всех, так сказать, вот, то это уже, не одежда, это просто ерунда, поэтому и плюс светкости государства, светское государство, да, поэтому если припрутся всех своих регулярных одеждах, то что получится, маразм какой-то. Он куда вот, он так нагло лезет, вот это вот, прям нажимает, это-то из Дагестана, что ли. А вы, подождите, в чем наглость? Она говорит, что он просто вот, я хочу, они ходили в советскую школу со своим уставом. Своя одежда, форма, за одеждой пойдет следующий, следующий. Извините, и всех союзных республик, так сказать, бывших русских изгнали православных. А, подождите, Дагестан, подождите, Дагестан, это российская территория, оттуда не изгоняли людей. Вот я хочу понять, при чем здесь советские, бывшие союзные... А школа была светская, она остается, это надо... То есть надо возвращаться в СССР, я правильно вас понимаю? Нету, светское государство, и одежда, опять, из целей образования и знаний, физкультуру, куда нападет Киджаби? Объясните. Да, спасибо, спасибо. Вот вы понимаете, вот горлопанство, вот мне не надо в эфире, он наступает, я смотрю на Кантемира, он, по-моему, ни на кого-нибудь здесь не наступает, да? И даже вот с Александром Киселевым они мило общаются, значит, за, пока мы вне эфира находимся. Ну вот зачем? Вот кому нужны вот эти вот высказывания? Как девочка пойдет на физкультуру? Ну пойдет она на физкультуру, не беспокойтесь. Главное, чтобы пошла, да. Конечно. Проблема-то на самом деле есть, это высказывание, вот свидетельство, потому что действительно у нас есть в стране проблемы, и отношение вот такое... Так что это не заказ СМИ, Андрей. Это вот-вот, видите, реакция какая-то. Вообще это заказ, я думаю, все-таки это не средством массовой информации, этим надо заниматься службам безопасности, потому что это действительно очень похоже на заказ. Сегодня в Ставрополе и в хиджаб, завтра в Москве с пистолетом из машины по главной улице Москвы. Понимаете, ведь вопрос именно в том, что вот эта вседозволенность, она откуда-то приходит. и в данном случае, к сожалению, эта вседозволенность, она идет усиленно, и кем-то явно она инспирируется. Я не думаю, что... Я не знаю. Я могу предполагать, но для этого есть целая федеральная служба безопасности, которая должна... Почему всемирный заговор? Не обязательно. Теоретически это может быть исламский заговор, какой-нибудь исламской страны. Хорошо. Знаете, я хочу, Юрий, выступить, наконец, как профсоюзный деятель, да, и сказать, что, конечно, культура уважать права, она вырабатывается. Если вы не уважаете, например, в качестве директора своих подчиненных, да, то есть кричите на них, там, денег лишаете ни за что. Вообще это не за что. То есть, что вы можете и с учениками поступать не совсем корректно. Вот в этом смысле у нас, конечно, права и культура очень низкая. Потому что, на самом деле, действительно, здесь надо было идти по процедуре, если говорить о том, что, в общем-то, наверное, обе стороны здесь не нашли воли к компромиссу изначально. А затем уже, да, на основании процедуры, нормы, пусть это подзаконная норма, там, норма устава, уже и ставить условия. То есть, это, наверное... В общем, без хлестких эмоциональных высказываний, да. Некий урок, да. Потому что у нас и система образования тоже, к сожалению, не является идеальной в этом смысле. То есть, далеко не везде уважают личность и преподавателя, и учителя. Это, как бы, проблема двусторонняя. Потому что, зачастую, и родители не уважают педагогов, относятся к школе сугубо потребительски. Вот есть проблема. Абсолютно. Понимаете, вот эта ставропольская история, она просто вскрыла. Можно назвать это нарывом, можно назвать это проблемой. Можно это назвать цивилизационным разломом, как угодно. Но все должны понимать. Мы живем в одной стране. Решение надо принимать сообще. Не ультиматумами, не высказыванием. Он тут давит, да. А в рамках закона, исполнения закона, это относится ко всем категориям людей. Нету белых и нету пушистых. Есть все граждане России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова